Анатолий Петрович, как оцениваете развитие агроэкотуризма на Гомельщине? Можно сказать, что это стабильный развивающийся сегмент туристического рынка. В прошлом году у нас работало 180 субъектов агроэкотуризма, 174 на базе сельских подворий и 6 это на базе сельскохозяйственных производственных кооператив. Около 200 субъектов агроэкотуризма. Много это или мало для области? И вот что можете сказать по соотношению цена-качество? Ну если мы говорим много или мало, ну вот я бы сказал, по областям примерно такая же динамика существует. Сложившаяся конъюнктура, спрос вот отвечает, наверное, этому состоянию. Цена-качество, она тоже связана сегодня с теми экономическими условиями, в которых мы живем, существуем. Очень многие хозяйства стали минимизировать свои бюджеты, делать их более бюджетные варианты. Можно приводить примеры, что, наверное, на усадьбах, популярных усадьбах от 10 рублей пребывание в сутки стоит. Это минимальная цена. И все зависит от того перечня услуг, которые просит клиент. Либо это ночлег и завтрак, либо это трехдневное питание, либо это еще какой-то сервис. Или дополнительная программа. Кстати говоря, еще лет пять назад наши усадьбы стояли на этапе становления. Сегодня, наверное, задача каждого найти свою нишу, выбрать ту самую фишку. Да, по сути дела, речь идет об уникальном продукте. Вот можно здесь сказать о конкурентоспособности. Это все-таки рынок. Если существовать и дальше, надо находить вот это новое для себя. А наши усадьбы, я бы сказал, выбрали три направления. И они традиционны для сельского туризма. Это активный отдых, как направление, связанное с велосипедом, водными маршрутами, пешими переходами. Это национальные традиции и быт, культура, празднества. И это национальная кухня. Они очень востребованы. И очень многие ожидают от пребывания на Гомельщине, в Белоруссии, как раз получить эти сервисы и услуги, связанные с этими направлениями. А как насчет еще одного достаточно распространенного, набирающего опорота во всем мире направления? Зеленый туризм, экологических маршрутов в регионе стало больше? Вообще в Гомельской области, наверное, разработано в целом около 170 туристических маршрутов. Сколько среди них экологических, я точно сказать не могу. Но при агроусадьбах это направление становится очень популярным. Вот интересен опыт здесь агроусадьбы свидания Лельческого района. Володя Коркуть, руководитель, хозяин этой усадьбы. Последние два года он развил направление водного туризма. Ну, в рамках вот такого зеленого экологического маршрута. А у него большой спрос. Он изучал рынок и говорит, что в Белоруссии сегодня только три есть хозяйства, усадьбы, которые предоставляют эти возможности в Гродненской области, в Брестской области. У него 8 байдарок, двухместных. Спрос на эти туры очень большой. У него разработаны водные маршруты по реке Убарть и реке Ствига примерно на 25 километров в день. Вот последние туристы у него были с Польши, которые воспользовались безвизом, приехали на автомобили, а до этого они посещали Августовский канал. Их специализация – водный туризм. Вот нашел для себя такую возможность. И в завершении, а что в вашем понимании – идеальный отдых, идеальный отпуск? Ну, вы знаете, у каждого свои здесь предпочтения. Но для меня это всегда хорошая компания, друзья, родные люди. Это всегда положительные эмоции, обязательно новые впечатления и обязательно энергетика, которую всегда дает отпуск. Если все это складывается вот в такой пазл. Анатолий Петрович, спасибо за интервью и до новых встреч в студии «Беларусь-4». Спасибо.